Бабакар Янглубая, правозащитник из Чечни. Бабакар, приветствуем вас, у Фри телеканала Фридом. Рады видеть, здравствуйте. Доброе утро. Бабакар, а как бы вы оценили вот то, что происходит? Тут вот некоторые спрашивают, а как же там Кремль должен реагировать? Да никак он, наверное, не должен реагировать на то, что происходит. Поскольку вот чина Рамзана Кадырова, это вот Чеченская Республика, соответственно. И что бы там ни происходило, главное, чтобы все было шито, крыто и в целом тихо. Да, потому что Рамзан Кадыров сейчас, а какой урон для Путина, в целом выполняет, что ему позволительно, ну, очень многие вещи, которые не позволительны для других субъектов Российской Федерации. Я прямо вчера даже комментировал на канале и говорил, что в Чечне сегодня происходит сюррейший, вот какое-либо событие, что бы там ни происходило. Это все в целом выглядит на то, что вот здесь Кадыров, он такой большой ребенок, и у него есть своя песочница, в которой он делает, что хочет. Кого хочет, женит, кого хочет, пытает, кого хочет, убивает, кого хочет, там, не знаю, издеваясь над людьми, а хочет награждать себя наградами, либо своих детей, раздает должности и занимается чем-нибудь. И в целом пока в России происходит мобилизация, или какие-то там такие вещи, то в Чечне сегодня тотальная дебилизация. Иначе это даже комментировать невозможно. Бабукар, расскажите, вот если мы говорим о том, как чествуются сыновья самого Кадырова, мы можем проследить, на кого из них он может делать определенную ставку? Да, ну в целом, да, мы не говорим о том, что он уже уходит, да, но, но мы видели информацию, вбросы-невбросы, но проблемы со здоровьем, скорее всего, у него там присутствуют определенные, да. И был какой-то критический момент, что некоторые аналитики уже думали, что, возможно, там и старший сын, да, самого Кадырова как-то, ну, не то чтобы там имеет право, а на него можно делать ставку в плане права или неправопреемственности, да, на уровне лидера Чеченской республики. Очень, ну, то есть, понятное дело, что у него есть такие мечты, для того, чтобы было продолжение, чтобы был отец, он, потом, он, то его сын. Но для того, чтобы дождаться этого даже старшего, необходимо, по-моему, по-моему, 18 лет, нужно подождать, как минимум, 12 лет всего. Дальше достаточно срок, непонятно вообще. Если Путин столько жить не будет, Кадырову точно придет конец раньше. И сейчас даже скептически настроенные политологи, правозащитники, журналисты даже, они говорят о смене власти Чечни, но я не хочу торопиться, ну, или сглазить. А вот это может, Абубакар, может произойти... А я хотел о сглазе спросить, ну, давай, оставим на потом, да. А это может произойти очень, ну, скажем так, обычно такие процессы, они таки происходят, но все же даже, ну, неожидаемо и молниеносно эти процессы для самого Грозного, скажем так. Даже я не говорю сейчас о Рамзане Кадырове, я говорю о... Ну, там же еще есть, да, кто сегодня входит в клан Кадырова. Для них это может быть, скажем так, неожиданным, эти процессы? Либо же все-таки они будут, ну, я не знаю, кем-то предупреждены? В целом для Грозного, в целом для Чечни, конечно, люди могут даже не узнать об этом. Это может произойти сразу в одну ночь, люди засыпали, и у них была глава Кадырова. Проснулись, да, и... Совершенно новая история. Похоже, что-то похожее. В целом, кстати, смена власти Ахмата Старшева на Алу Алханова, это такой был промежуточный между Кадыровым отцом и Кадыровым Рамзаном. Это тоже произошло, в целом быстро, никто не успел ископерироваться, ничего сделать, и в целом все окей-окей. Сейчас может точно так же произойти, а кто-либо из, я бы сказал, не клана, а команды Кадырова сегодня, которая является его ближайшими соратниками, очень странно, если поставят такого человека. Даже если поставят, то все равно будет что-то новое для Чечни. Точно так, как бы сегодня происходит, такое не будет. И первые этапы, вообще сами по себе первые этапы после смертной власти в Чечне, это будет вычищение и такое очищение от этой болезни, от этой чумы под названием Кадыров. — А вот я как раз о сглазе хотел у вас спросить. А есть какие-то ожидания определенные, Бабакар? Или вы, может, знаете больше, чем можете сказать в эфире? Да, и если это произойдет, то вот каким образом? Потому что мы понимаем, что люди не вечны, да, и есть у нас конечный срок у каждого. Как бы мы там ни крутили, сколько бы мы ни вкладывали в медицину, как, скорее всего, это делает и сам Кадыров, и тот же Путин соответственно. Да, но все же, да, вот каковы ваши ожидания? Там ближайшее какое-то обозримое будущее? — Честно, я не могу ничего сказать по этому поводу, просто потому что даже если бы знал, не сказал бы, чтобы, опять же, не это... чтобы не сглазить, а вдруг не удастся. Но посмотрим. Я, честно, не знаю. Такой вопрос уже тут догадать. — Понимаем такую вашу реакцию. Абубакар, скажите, пожалуйста, а как вот вы считаете, понятно, что в Чечне, как и, в принципе, по всей территории Российской Федерации, многие просто молчат, да я о жителях сейчас говорю, молчат, не высказывают свое мнение, возможно, там действительно на кухне что-то обсуждают, и это остается там только на кухне, да, не выходя там за границы своих собственных жилищ. А если мы говорим, что это, ну вот условно представляем, что это происходит и происходит резко, как все-таки вы считаете, жители Чечни вздохнут с облегчением, либо же все-таки с определенным риском и с определенными страхами, а вдруг далее что-то, может быть, будет, ну, еще, ну, скажем так, не совсем то, что их бы устраивало, не совсем так, как бы им хотелось, знаете, и, возможно, будет бытовать мнение, что лучше уже пусть вот такой вот Кадыра, он хотя бы понятен, понятен, да, в том, как он действует, либо же все-таки вздохнут с облегчением. Я полагаю, что вздохнут с некой надеждой на хорошее следующее, чтобы было лучше, чтобы вот не скатываться дальше вот в эти регрессивные, депрессивные обстоятельства, где в почете, не знаю, какой-нибудь тупизм, идиотизм, вот это выведено в абсолют, в лизоблюдство, что-то, что-нибудь хотя бы усредненное, что-нибудь похожее, не знаю, хоть на какой-нибудь средний статистический регион России для того, чтобы можно было и правами пользоваться, и свои обязанности нормально исполнять, и таким вот образом аккумулировать со всеми странами обществом, всей страной и миром. Но в условиях, вот в тех условиях, в которых сама Россия находится, обивив войну, в этом тоже... в дальнем идиотизме, даже думать, на самом деле, бояться, что же нас ожидает. Абвакар, расскажите, ну тут вот, когда мы говорим о восприятии, да, людей, вот тех лидеров, которые так или иначе остаются у руля, они назначены, избраны, ну неважно, мы говорим о Российской Федерации, там все идет по одной линии, да, кремлевской и путинской, соответственно. Ну а реальное вот настроение в самой Чеченской Республике, каковы они, да? Если мы говорим о тех, что кто-то там будет вздыхать с облегчением, ну вот смотрите, если мы говорим о протестных потенциалах, соответственно, в целом там в Российской Федерации, то каковы они в самой Чечне? В Чечне сейчас вообще нельзя говорить ни о каких протестных, восстанческих настроениях, просто потому что неоткуда взяться этому протесту, потому что власть сейчас сидит просто прям на кухнях с людьми, что даже вот, мы, наверное, обсуждали, что он может на кухне что-то обсуждать, но проблема в том, что даже на кухне обсуждать ничего невозможно. Если тут какие-то обсуждения, что-то... ...где-нибудь на улице, где-нибудь... ...в действующей власти, это сразу же знаменует то, что к тебе могут... ...заменитого, что не то, что могут прийти, к тебе придут, тебя заберут, у тебя будут спрашивать, тебя обвинят, тебя посадят, запытают. И работает все так же, как работало там в 1937 году при Сталине, прямо перед войной, когда просто людей, только лишь из-за позиции или из-за того, что это родственник человека, у которого антисоветская, антикадыровская позиция была, могли забрать, пытать, посадить, и репрессировали все семейство. А тут это еще хуже, потому что тогда, если это хоть было на основании закона, хоть и жестокого, то сейчас и закона-то нет. Тут просто есть слово Кадырова, который сказал обеспечивать порядок. Он может просто сказать, кто-нибудь выйдет на митинг, мы его пристрелим в голову. Все, три предупредительных выстрела, четвертый в голову. Он это объявил совершенно официально. И вот когда у тебя такие условия, мне кажется, даже думать о каком-либо протесте, о каком-либо пикете или митинге не приходится. И люди просто ждут хорошего момента для того, чтобы организоваться и предъявить свои требования. Как, например, было после того, как развалился Советский Союз, и Чечня выступила о претензии на независимость. Вот еще одна новость. Хотелось бы тоже с вами ее обсудить. Чиновников в Чечне, дети, которые говорят на русском и не знают родной язык, уволят. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что в детских стадах и школах Чечни детей учат русскому языку, поэтому они начинают даже думать по-русски. Он констатировал, что сегодня все меньше тех, кто может разговаривать на чистом чеченском языке. Это приводит к тому, что многие из чеченских слов забываются. Кадыров считает это неприемлемо. А тут вообще интересная история. То есть, если мы говорим об Украине, то тут Россия, да, якобы борется за русскоязычное население, да, и так далее, и так далее, и так далее. Я не буду продолжать. Вы и так, Абубакар, все знаете ярлыки, которыми нами нас обвесили, каждого из нас из украинцев обвесили сегодня, и обвешивают продолжают и в Кремле, и русские пропагандисты уже как результат того, что там решили в Кремле. А вот тут вот интересно. Как сказал Кадыров, даже начинает думать по-русски, а это неприемлемо. Тоже интересно. А это к чему все? Я тут думаю, больше он пытается заработать политические очки перед людьми. Вот как мы уже сказали, что люди недовольны. Они могут быть недовольны, но могут быть не восстают, но опять же, власть это ощущает. Все равно хоть какая-то поддержка, хоть какой-то, какого-то минимума она нужна. И тут он достает вот этот вот свой, один из джокеров, свой туз, где он развивает национальную тему, где может сказать, что вот я защищаю историю нашего народа в части депортации, что вот нас так оскорбилисты назвали предателями. Вот я защищаю наш язык. Вот видите, вы говорите, там кто-то говорит о том, что Россия это фашистское государство, но вот тут у нас есть возможность самостоятельно развиваться внутри нашей республики, изучая свой родной язык. Значит, то, что говорят, в том числе про Украину, про язык и так далее, сказали, что это все неправда, потому что вот у нас внутри состава России, в Чечне мы изучаем чеченский язык. Но касаемо этого знания языка, то перед тем, как вообще, если человек говорит, предъявляет тоже претензию о том, что кому-то человек надо знать, наверное, ему тоже стоило бы это знать. Например, тому же Кадырову ему бы тоже следовало изучить чеченский язык в том числе, потому что у него одинаковое владение и чеченского, и русского языка. И учитывая то, как он говорит на русском языке, я думаю, понятно, на каком уровне у него и чеченский. Ну, Абабакар, давайте еще поговорим о том, каким образом происходят определенные вещи, касаемые не только там каких-то культурных, там национальных особенностей, но и в целом исторических. В России переписали учебник истории для старшеклассников после возмущения властей Чечни. Переизданное пособие Рамзану Кадырову привез лично министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. В нем, по словам Кравцова, уже исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшиеся сталинским репрессиям. Оправдываться за ошибки пришлось помощнику Путина одному из авторов учебника Владимиру Мединскому. По его словам, глава, что вызвало недовольство в Чечне, была взята из старых изданий и не была доведена до конца. Ранее Мединский рассказал, что в новом учебнике истории для десятых и одиннадцатых классов полностью переписали 50 лет истории, начиная с 1970-х годов. Помимо этого, оттуда добавили раздел о войне в Украине, который, ну, изобилует цитатами Путина. В свою очередь, ректор Московского Государственного Института Международных Отношений Анатолий Таркунов отметил, учебник по отечественной истории в целом переписывали уже 40 раз. Абукар, вы видели, да, это видео? Да, да, да. А как вам вообще вот такая история? Ну, очень нормально, потому что нужно балансировать, да, балансировать надо этот баланс, потому что ты одну неделю награждаешь своих детей всякими наградами, орденами, раздаешь им почести, раздаешь им должности, а потом необходимо как-то это все забалансировать, чтобы у населения не было резкого негативного ощущения против тебя. И нужно сказать, вот видите, я даже нас защищаю, так что я заслужил, я могу наградить своих детей, потому что я защищаю нашу историю, я защищаю наш язык, я защищаю наши интересы, культурную идентичность. Вот видите, какой я молодец. И вот это такой вот баланс. Но это можно было бы сделать на самом деле очень тихо через Академию наук Чеченской Республики, чтобы они этим занялись. Это их и работа, прямая, целевая их направление. Но тут опять решили сделать из какой-то мелочи целый пиар-ход, что вот защитник, так далее, так далее. Интересно, если он такой защитник, то пускай защитит людей от того, чтобы отправляли на войну из Чечни, а они в истории копаться, при этом чего же он тогда 23 февраля в день репортации празднует День защитника Отечества, а не скорбит. И почему все еще нет памятника скорби этому дню? Разрушили даже тот, который был еще построенный в период Ищери Джохаром Дудаевым. Ну, то есть нелогично и противоречиво, естественно. Но в части Кадырова это нормально, поэтому я говорю, у него свой баланс. Да, ну, тут такой интересный баланс, да, там в Махачкале антиеврейские погромы, а Кадыров выходит и говорит, запрещаю несанкционированные беспорядки. Даже вот выстрел в голову может последовать, если будете выходить, поэтому никто никуда не выходит, да. Вот как-то вот иногда, ну, я понимаю, вот вы сейчас Абубакар это все проанализировали, иногда такое впечатление выглядит, что вот он как-то якобы живет в своем коконе, да, вот живет из Чечня, есть вот тут, да, здесь есть я, здесь, да, ну, вот там есть Владимир Владимирович, но все равно здесь у меня свое королевство, вот когда надо, я там отправлю свою Ахмат-силу воевать в Украину, да, там еще что-то, но все равно мы здесь живем, да, по-своему, вот свои какие-то решения принимаем и так далее. Ну, такая история, действительно, будем следить и посмотрим, как далее будет развиваться история в отношении последующих наград, возможно, должности очередные будут предоставлены уже детям, там же есть еще кому предоставлять и должности, короче говоря, работы хватит всем. Абубакар, вам огромное спасибо, обязательно увидимся. Абубакар Янгулбаев, правозащитник из Чечни, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok